Добрый день, Вячеслав Иванович! Добрый день, Вячеслав Иванович! Мэнду, дарова, еттэк тамгатуре, амучэчай лалэк, ходамадоэмод, дарова, ларун, здравствуйте! Каждый год у нас проводится очень много мероприятий. Тем не менее, есть такие узловые события, вокруг которых планируются наши мероприятия. В этом году все наши мероприятия базируются вокруг трех основных таких направлений. Первое, это, наверное, то, что у нас начинается, вот с этого года, вернее, уже начался, началось международное десятилетие языков коренных народов мира. Ну вот, уже у нас проходит декада родных языков. Как вы знаете, она у нас началась с 12 февраля. Уже прошел день долганского языка. У нас проходят дни эвенского, эвенкийского, чукотского, юкагирского языков. И на которых в рамках этих мероприятий они разной формы. Это могут быть круглые столы, семинары, игровые какие-то встречи, презентации. И на которых представляются результаты, во-первых, той работы, которая проводится этническими ассоциациями в рамках сохранения своих языков. А с другой стороны, сообщаются или фокусируются на каких-то основных таких моментах, иногда вот такой пропагандистского направления. И это уже стало такой доброй традицией, которая каждый год у нас проводится. Но вот в рамках этой декады, я еще раз скажу, мы, конечно, чествуем и наших лауреатов республиканской премии за сохранение и развитие своих родных языков. В этом году у нас лауреатом этой премии стали, лауреатом премии имени Василия Дмитриевича Лебедева стал Василий Фанасичкин Митинов, поэт, переводчик, исследователь, автор многотомного словаря терминологического, топонимистического, эвенского языка. Лауреатом премии имени Глафира Макарьевна Василевич стала наша старейшина, фольклорист, носитель самой фольклорной традиции Нимна Калан Авелова Анфиса Павловна. Нынче ей 90 лет, и мы очень рады, что вот к ее этому славному юбилею она получила эту премию как знак признания за свою подвижническую деятельность, за то, что сохраняет традиции эпического наследия наших народов. Ну и премия имени Николая Ивановича Спиридонова «Теки Адулока» в этом году награждена Прокопьева Александра Егоровна, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института гументарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. И вот скажу вот, каждый из названных лауреатов, он внес и вносит, продолжает носить очень большой вклад в развитие своих языков, действительно очень много добивается. И вот, может быть, просто для того, чтобы больше, вот если первые два лауреата достаточно известные люди, то Александру Егоровну Прокопьеву я просто вот характеризую за прошедшие вот годы, она стала суавтором букваря на лесном юкагирском языке, и ее также, она выпущена вот буквально совсем недавно, буквально горячий такой академический русско-юкагирский словарь тоже вот лесного юкагирского языка. Это вот действительно вообще первый такой академический юкагирский русский словарь именно для лесного юкагирского языка. То есть вот этот вклад как раз оценивает, эта вот премия оценивает вот такой огромный вот вклад, сделанный Александр Егоровной Прокопьевой. Помимо всего прочего, хотел бы вообще сказать, что нынешний вот прошедший год, он с одной стороны вроде бы подводит какие-то итоги предыдущего лет и так далее, но с другой стороны, он очень хорошо так плавно начинает мероприятие международного десятилетия. Вот просто скажу, что для того же самого юкагирского народа очень важным достижением стало издание в семи томах, в семи книгах учебно-метрического комплекса тундренного юкагирского языка. Это действительно очень важнейшее достижение. Это впервые вообще такой комплекс создан. Авторами его являются Татаева Феодосия Николаевна, Татаева Анна Николаевна, Еситникова Наталья Васильевна. И вот в рамках декады родных языков также этот учебно-метрический комплекс был представлен. Конечно, вот в рамках этого мероприятия по родным языкам у нас запланирован ряд очень таких серьезных мероприятий. Например, у нас будут мероприятия, посвященные памяти Василия Фанасьевича Робика. У нас в конце марта, в начале апреля запланирован выезд его на его родину, в Среднеколымский район, с посвящением села Березовка. Это один из центров, этнических центров культуры, языка наших Эвенов, нашей республики. И там будут проводиться мероприятия, на которых будут также обсуждаться вопросы сохранения наследия и самого Василия Фанасьевича, и культурного наследия эвенского народа. Помимо этого, будет также проводиться как раз в рамках где-то в середине марта состоится международная конференция, семинар в Санкт-Петербурге. В апреле месяце ассоциацией запланирован семинар «Круглый стол» обсуждения вопросов функционирования языка. И здесь хотел бы обратить внимание, что обычно мы говорим о проблемах образования, создании учебных пособий, а в этот раз мы будем, наверное, сфокусируемся больше на таких вопросах, как именно функционирование языка. Ведь мы должны очень много внимания уделять именно тому, как язык существует, функционирует, и что нужно сделать, чтобы сохранялась сфера его функционирования. Это очень сложный вопрос, конечно. Летом в июле месяцами нами запланирован «Круглый стол», посвященный развитию средств массовой информации на языках коренных малочисленных народов Севера. Если вы помните, у нас как раз в июле, в начале июля, с недавних пор, празднуется день как раз СМИ, наших родных СМИ. Также мы предполагаем проведение подобного «Круглого стола» по нашим языкам также и осенью. И вот завершит мероприятие этого года, по крайней мере, в рамках международного десятилетия проведения, завершит его проведение съезда учителей, преподавателей родных языков, который состоится на базе Института народов Севера в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге. Это состоится в октябре месяце. Второе узловое событие, вокруг которого наш план формируется, это, конечно, председательство Российской Федерации в Арктическом совете. Проходит очень много мероприятий в рамках данного председательства. Некоторые мероприятия совпадают с языковыми, но, тем не менее, выделю еще ряд тех, которые у нас достаточно будут посвящены вопросам коренных, малочисленных народов Севера. В частности, как раз в конце марта, начале апреля у нас состоится международный форум по вопросам развития коренных малочисленных народов Севера в городе Дудинка. Это на Таймыре, и в нем, конечно, будет участвовать делегация нашей республики. Один из основных вопросов, на котором фокусируется данный форум, это взаимодействие коренных народов с промышленными компаниями. Но мы с вами уже много раз это обсуждали. У Якутии есть свой путь, свой опыт наработанный, достаточно сказать, в этнологической экспертизе, достаточно сказать о территориях традиционного природопользования, которые у нас действуют в нашей республике. И этот опыт будет как раз представлен и будет в том числе обсуждаться вот на этом форуме в Дудинке. Другим таким, наверное, большим таким мероприятием будет заседание старших должностных лиц Арктического совета, который запланирован, вот выездные его заседания запланированы в том числе в городе Якутске. И я думаю, что это тоже, на нем мы обязательно будем ставить вопросы, связанные с коренными малочисленными народами Севера. Еще очень необходимо сказать, что ряд мероприятий запланирован по линии молодежных наших советов, в частности, будет также Российский Север. Есть такая пока наметка, которая нам говорит о том, что нынешний форум молодежи, скорее всего, состоится в нашей республике, в городе Якутске. И этот вопрос пока еще до конца не решен, точка будет поставлена, скорее всего, в марте месяце. Но мы к нему готовимся с расчетом, что оно будет проходить в республике, и мы соберем молодежь Дальневосточного округа. Также хотел бы обратить внимание, что будет проходить еще очень много таких точечных мероприятий, вот именно в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом Совете, и где будут участвовать наши представители. Это будут разные международные события, мероприятия, которые будут проходить в Санкт-Петербурге, в Москве. Мы планируем очень ряд таких интересных выездов, например, вот такое очень интересное событие, как открытие Бюста Текиадулоку в городе Памплиска, это в Болгарии, в Международном музее письменности. Или, например, такое событие, которое мы тоже очень интересно ждем, что Арктический круг, это мероприятие в Исландии, где также мы планируем представить опыт нашей республики. Состоится летом, в июле месяце мы планируем провести форум по территориям традиционного природопользования. Это тоже очень интересное событие. Оно у нас пройдет в поселке Оленек на территории нашей республики в Оленевском районе, где прямо на месте мы будем, используя и обсуждая непосредственно сам муниципальный опыт, обсуждать дальше, что делать. Это действительно очень актуальный вопрос для наших зрителей. Я вот скажу, что конец 2021 года и начало 2022 года был ознаменован очень большим, так сказать, беспокойством в центре внимания, которое было решение Совета депутатов Усть-Майского района, который вдруг ликвидировал территорию традиционного природопользования на территории своего района. И активные действия Елены Христофоровны Голомаревой, Константина Васильевича Робика, Михаила Александровича Погадая, вот тех ответственных лиц, которые курируют наши вопросы на республиканском уровне, привели к тому, что вот буквально 11 февраля этого года данное решение было аннулировано. То есть состоялось очередное заседание районного совета депутатов Усть-Майского района, который как раз аннулировал данное решение декабрьского. То есть вот и оно сразу резко, вот этот вопрос, который всплыл в декабре месяце, он поднял вопросы именно организационного оформления ТТП, его работы, и в какой-то степени вот сфокусировал наше внимание вот на тех еще слабых моментах вот деятельности территории традиционного природопользования, на которые нам необходимо сконцентрироваться и на которые нам предстоит еще обратить очень серьезное такое внимание. Таким образом, вообще, конечно, мероприятий, вот именно связанные с деятельностью Арктического совета, их будет много. И мы будем везде представлены, в том числе и в культурной программе. Ну, если говорим о культурной программе, я хотел бы сказать, что одним из таких крупных мероприятий, это, конечно, будет такой, ну, уже для нас, с одной стороны, такой регулярный такой мероприятие, сокровище Севера, которое будет проводиться в Москве в сентябре месяце. И рад сообщить, что теперь эта выставка вновь вернулась в ДНХ, и в этом году оно опять будет проводиться на площадке ВДНХ, просто к сведению тех, кто, может быть, не в курсе. Последние три года он проводился в парке Сокольники. Сейчас он опять вернулся на главную выставочную площадку нашей страны, выставку достижений народного хозяйства. Вот. Ну, и третье, наверное, узловое событие, вокруг которого спланировано наше мероприятие, это, ну, наверное, основное событие нашей республики, это празднование столетия нашей республики. Естественно, что наша ассоциация не могла пройти мимо этой даты очень важной, и очень много мероприятий спланировано в рамках празднования нашей вот этой знаменательной даты. Здесь я хотел бы обратить внимание, что до сих пор остается достаточно слабо изученным вопрос исторического, наверное, наследия, вообще изученность, участие активных представителей коренных малочисленных народов Севера в становлении государственности нашей республики. И в этом плане я хотел бы обратить внимание, что в апреле месяце нами намечена научно-практическая конференция «Вклад народов Севера нашей республики в становление государственности Якутской АССР». И вот здесь вот мы на этой научно-практической конференции хотели бы обсудить вопросы, связанные именно вот с ранним периодом становления государственности, это 1920-е, 1930-е годы, это деятельность Комитета Севера, которая еще недостаточно, может быть не то, что изучена, а представлена именно в части защиты прав коренных малочисленных народов Севера. А ведь вот можно даже просто привести такой факт, что в 1630 году в нашей республике было создано 29 национальных районов. То есть именно тогда было положено начало именно административно-территориальному устройству именно коренных малочисленных народов Севера. То есть уже тогда были в том числе даны определенные территориальные права самоуправления этим народам. Конечно, потом был виток, когда все эти национальные районы были ликвидированы со временем. Многие из них были разделены, появилось совсем другое потом стало устройство. И только в 90-х годах мы вновь вернулись к этой системе. На сегодняшний момент мы имеем 4 национальных района и 42 национальных наследа. Но это все было уже заложено в свое время, и мы об этом должны говорить и обратить внимание на нашу историю еще в 1930 году. Это очень важный момент, и он связан именно с деятельностью комитета Севера тогдашнего, который действовал при ЕЦИК. Хотел бы еще обратить такое внимание, что из семи первых депутатов Верховного Совета СССР в 1936 году, которые были избраны, из семи депутатов от Якутии, два депутата были представители коренных малочисленных народов Севера. Это Николай Васильевич Шемяков, Эвенг, охотник, который из Жиганского района, и Николай Константинович Курилов, оленевод, юкагир с Нижнеколымского района. И даже тогда на этом уровне коренные малочисленные народы Севера были достаточно хорошо представлены на всех уровнях и нашего республиканского правительства, в том числе и комитета Севера, и даже на уровне Советского Союза. Ну и надо сказать о том, что, наверное, ряд мероприятий нами запланированы в течение круглых столов, семинаров, которые будут проходить в течение всего года. В том числе по нашим правам, по языковым правам, по нашему взаимодействию с промышленными компаниями. Но все они у нас распределены и будут проходить в течение всего 2022 года. И поэтому я думаю, что наши ассоциации коренных малочисленных народов Севера, наши этнические ассоциации, они достаточно активно вовлечены в проведение этих мероприятий и будут участвовать в проведении мероприятий, посвященных столетию нашей республики. Ну, есть еще ряд мероприятий, наверное, которые сейчас еще только лишь обсуждаются. Вот я бы хотел сказать еще об одном. Только-только сейчас разрабатывается план мероприятий, связанных с проведением года культурного наследия народов России в республике Саха-Якутия. И вы знаете, что 2022 год объявлен, вот был в конце прошлого года, в декабре, годом культурного наследия наших народов. И вот в республике разрабатывается план по нему. По нему мы наши предложения внесли. В частности, у нас будет проведен фестфорум, то есть это фестиваль детских художественных коллективов на июнь месяц. Запланированы еще ряд мероприятий, например, Мир Арктики, проведение выставки в рамках празднования Дня коренных народов мира 9 августа. Будет также проводиться традиционно наш эхо тундры и тайги. Это песенный конкурс. В этом году он будет посвящен памяти Эдуарда Клепичина, нашего известного мелодиста, организатора, бессменного руководителя Государственного театра Сэнди. И вот таких мероприятий будет много. Ну и в завершении скажу, что одним из планируемых мероприятий этого года в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом Совете запланировано проведение мамонтового форума. Большой будет конгресс, он запланирован на лето. На сегодняшний момент достаточно слабо проявляется в нем участие наших народов. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера занимает очень такую серьезную активную позицию в этом плане. Нами уже направлено соответствующее письмо о том, чтобы при формировании программы данного форума обязательно учитывалось мнение нашей ассоциации. И у нас есть предложение. Тем более, что мамонт играет очень большую роль и в традиционном мировоззрении наших народов как одно из сакральных существ. Ну и, наверное, не лишним будет напомнить, что один из главных словосочетаний, которые связаны с мамонтами, это юг-агирский мамонт, который произвел фурор в 2006 году во время Всемирной выставки Экспо. И поэтому хотелось бы обратить внимание, что мы также предполагаем, что мы будем активными участниками данного мероприятия. Остальные мероприятия, конечно, они будут календарные, они будут проходить в том же плане, как мы их запланировали. Это, конечно, наши летние календарные праздники и Бакалден, и Винек, и Шахаджибе, и Кельвей, и праздник Первой Птины, и праздник Хейро всех наших народов, всех шести наших народов, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера. Конечно, будет проводиться много разных мероприятий, связанных с юбилеями наших активистов, активных деятелей, людей, внесших большой вклад в становление и развитие нашей ассоциации. Естественно, будет очень много запланированной такой рутинной, повседневной работы, связанной и в том числе с обсуждением различных законопроектов, развитием вот этого законодательства нашего, нашим взаимодействием с государственными и муниципальными органами власти. И думаю, что этот год будет таким же продуктивным для нашей ассоциации, как и все прошедшие годы. Вячеслав Иванович, насколько процентов вы оцениваете выполняемость мероприятий и плана этого, который принимается на АФИ? Ну, если мы исходим, например, из наших планов прошлых лет, я скажу, что выполнение там у нас составляло где-то 95%. Вот эти 5%, наверное, мы спишем на то, что у нас именно повлияла пандемия. Если же мы исходим не из пандемической ситуации, а возьмем ситуацию, например, 2018-2019 годов, то у нас планы выполнялись полностью. Более того, конечно, было очень много мероприятий сверх того, что мы планируем. Их очень много проходит. Достаточно уже сказать, что сейчас, например, уже проходит февраль месяц и так далее. Нами, например, запланирована декада родных языков. А в рамках, помимо этого, у нас уже проведено три дополнительных разных мероприятия. То есть уже идет, например, перевыполнение нашего плана. Потому что сразу скажу еще раз, да, хотел бы сказать, что наша ассоциация, она как бы аккумулирует вокруг себя очень много разных организаций. С одной стороны, это у нас и сама ассоциация коренных малочисленных народов в северной республике Саха-Якутия, шесть этнических ассоциаций. И помимо этого, огромное количество других общественных организаций, там, Союз Линеводов, Союз Общин и так далее, которые там, мастерицы, женская организация, каждый из которых также ведет свою деятельность. Наша задача, наоборот, мы не соревнуемся, мы не пытаемся перетянуть одеяло друг с другом, а наоборот поддержать, чтобы это было широкое, мощное, сильное движение. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok